Осталось нам разобрать еженедельное время вождения и еженедельные отдыхи. В пункте 12 читаем. Время управления автомобилем в течение одной календарной недели не должно превышать 56 часов. В течение любых двух последовательных календарных недель – 90 часов. Что такое календарная неделя? Смотрим международный стандарт ISO 8601. Календарная неделя – интервал времени в 7 дней, начинающийся с понедельника. Ну и вроде бы на первый взгляд всё понятно. Если отрулил за неделю максимум, то есть 56 часов, это примерно 5-6 дней. А поскольку на 6-7 день уже не осталось часов для управления, нужно ждать наступления следующей недели. А на следующей неделе можно управлять уже 90-56 – 34 часа, то есть примерно 3-4 дня. Стоп, но ведь рейс может начаться не в понедельник, а в любой другой день. Если, например, водитель начал рейс в четверг, а до этого с прошлой недели отдыхал, то получится, что до начала следующей недели он потратит 4 дня. То есть максимум 10 плюс 10 плюс 9 плюс 9 – 38 часов на вождение. Значит, прямо с понедельника следующей недели у него в запасе окажется 90 минус 38 – 52 часа на вождение. То есть опять-таки 5-6 дней. Итого он сможет работать 9, а то и 10 дней подряд? Но это не так. Ведь существуют еще обязательные еженедельные отдыхи. Читаем пункт 19. Еженедельный отдых должен составлять не менее 45 часов. Этот отдых должен начинаться не позднее 6-го ежедневного периода, наступающего с момента завершения предыдущего еженедельного отдыха. Вернемся к только что описанной ситуации. Водитель начал работать в четверг, и к концу календарной недели, то есть к воскресному вечеру, он отработал 4 дня и потратил 38 часов на вождение. Продолжив работать в понедельник, он получил на следующую календарную неделю 90 минус 38 – 52 часа для вождения. Однако, с четверга до воскресенья прошлой недели он потратил 4 ежедневных периода, а проще говоря, 4 раза по 24 часа. И до обязательного ежедневного отдыха у него осталось 2 ежедневных периода, то есть 2 раза по 24 часа. Поэтому далее график такой. Он едет еще в понедельник и вторник, при этом тратит 9 плюс 9 – 18 часов вождения из оставшихся возможных 52, после чего встает на еженедельный отдых, который проходит в среду и четверг. Теперь на вождение на данной неделе у него остается 52 минус 18 – 34 часа. Затем он едет в пятницу, субботу и воскресенье, вырабатывая 9 плюс 10 плюс 10 – 29 часов для вождения из оставшихся 34. В конце воскресенья вроде бы получается, что он не доездил 5 часов для вождения, то есть проехал 47 часов вместо 52 возможных. Но вспомним про ограничение 90 часов для любых двух последовательных календарных недель. Третья неделя будет последовательной относительно второй недели. Поэтому, если бы на второй неделе он потратил все возможные 52 часа для вождения, то при наступлении третьей недели у него оставалось бы 90 минус 52 – 38 часов. А так у него будет на третьей календарной неделе 90 минус 47 – 43 часа. То есть эти пять недоезженных часов перенесутся на третью неделю. Но продолжим читать пункт 19. Допускается сокращение еженедельного отдыха до значения не менее 24 часов, не более одного раза в течение любых двух последовательных календарных недель. Вернемся к нашему примеру – ко вторнику второй недели, к тому моменту, когда у водителя наступил еженедельный отдых. Как мы только что прочитали, водитель может взять сокращенный отдых 24 часа вместо 45 часов. Тогда, после отдыха в среду, у него до конца недели будет не три дня, а четыре дня, которых хватит, чтобы полностью выработать оставшееся на вождение 34 часа. Тогда на третьей календарной неделе у него на вождение останется всего 90 минус 52 – 38 часов. Разумеется, недополученный при 24-часовом варианте отдых должен компенсироваться. Опять смотрим пункт 19. Разница времени, на которое сокращен еженедельный отдых, в полном объеме должна быть использована водителем на отдых от управления автомобилем в течение трех подряд календарных недель после окончания календарной недели, в которой еженедельный отдых был сокращен. Этот период отдыха должен быть присоединен к ежедневному отдыху продолжительностью не менее 9 часов или очередному еженедельному отдыху. Здесь у нашего 424 приказа очередное расхождение с ЕСТР, поскольку говорится в общей сложности про 4 недели, в которые должна быть проведена компенсация, а в ЕСТР – про 3 недели. Но суть та же. Если отдыхал не 45 часов, а 24 часа, дефицит составил 21 час, которые в течение трех недель должны быть прибавлены к какому-либо отдыху. Рассмотренные примеры показывают, что если честно следовать нормам режима труда и отдыха, даже такого, как 424 приказ, водителям никак не получится выкроить лишних часов для вождения или каким-то образом урезать отдых. Да, на протяжении недели где-то можно перерабатывать, но если на одной неделе прибавится, то на другой должно убавиться, и наоборот. Все допуски, как-то 10-й час для вождения или 2 часа на доезде, все равно упираются, должны упираться, в двухнедельное ограничение вождения 90 часов. Для этой нормы уже нет допусков. Поэтому, если вы каждый день управляете автомобилем по 11-12 часов, используя все дневные допуски, то 90-часовой двухнедельный лимит должен вырабатываться в течение примерно 8 дней, и у вас каждую неделю должны быть разрывы от 2 до 4 дней, когда вы обязательно должны стоять. Такой график может подойти для работы по месту, но не для дальнобоя. В длинных рейсах нет смысла управлять автомобилем больше нормы, то есть больше 9 или 10 часов в день. Кстати, ограничение времени управления автомобилем относится практически к любым водителям, выезжающим на дороге общего пользования, в том числе и к тем, кто работает вахтовым методом. Так что, какая бы героическая вахта у вас ни была, все равно по закону нельзя управлять автомобилем более 90 часов за 2 недели.